Стрельба, топография, тактическая медицина, строевая и воздушная подготовка, рукопашные бои. Нет, это не очередные занятия военнослужащих 38-й отдельно-гвардейской десантно-штурмовой бригады. Как вы могли подумать, этому с февраля месяца текущего года обучают подростков, которые вступили в ряды военно-патриотического клуба «Зубр». В первую очередь он был создан для того, чтобы отвлечь детей от гаджетов, чтобы они проводили свой досуг интересной и с пользой. Еще одна задача – воспитание чувства патриотизма и любви к родине. Ведь сегодня как никогда важно донести до молодежи, что нужно любить то, что тебя окружает. В преддверии Дня защитникового отечества в этом году, 21 февраля, на базе 38-й десантно-штурмовой бригады был создан военно-патриотический клуб «Зубр». На сегодняшний день в клубе состоит 60 мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 17 лет. Идея появилась с инициативой министра обороны, чтобы во всех воинских частях, на базе всех воинских частей были созданы военно-патриотические клубы. Мы эту инициативу поддержали и на данный момент ребята у нас занимаются по утвержденной и согласованной программе, занимаются практически всеми предметами боевой подготовки, которыми занимаются наши гвардейцы-десантники. И раз, и два. Именно эту фразу мы слышали на протяжении часа. А все потому, что у юношей и девушек учреждение образования города Бреста было первое занятие по строевой подготовке. Да, оказалось, это непросто. Сначала зубрятам было тяжело. Они нарушали ритм, не могли сделать движение одновременно. Однако со временем с поддержкой руководителя они стали справляться. Их движения стали точнее, а строй единым. После серьезной часовой тренировки юноши и девушки были уставшими, но переполнены чувством удовлетворения и гордости, что у них все получилось. Это суть военной подготовки. Мне это нравится. Тем более через год я пойду служить. Должен быть ознакомлен с этим всем. Я уже частично ознакомлен с шагом, с ходьбой и знаю основы. Первое время было сложно, конечно же, научиться все это, но мне очень это нравится. Пришла, потому что, скорее всего, пойду в армию служить. Очень нравится. И, в принципе, нравится военно-патриотическая тема. Мне бы хотелось связать свою жизнь в дальнейшем с этой военной частью. В целом мне очень нравится вся военная подготовка. Меня к этому тянет очень давно. И, в первую очередь, я этим занимаюсь для себя, чтобы показать свою честь и любовь к родине. Я хожу в данный центр, чтобы ознакомиться с новыми направлениями, а также научиться чему-то новому или повторить, например, огневой подготовке, научиться даже разбирать оружие и строевой подготовке, повторить все навыки, которые я уже узнала, и можно даже их усовершенствовать. Я собираюсь поступать в военную подготовку в Республике Беларусь, и я надеюсь, что у меня все получится. Если старшие мальчишки и девчонки обучались строевой подготовке, то юные ребята показывали свои навыки в рукопашном бою. Каждый из ребят занимается чуть больше полугода, но уже может кинуть соперника через бедро и уложить на лопатки. Так как у нас военно-патриотический клуб, они занимаются не только дзюдо, самбо, и помимо этого есть еще много чего военного. Для чего вообще это развивается у нас? Для того, чтобы дети, это общая физическая подога, чтобы дети наши были здоровые, что они идут в правильном направлении. Выбрали спорт дзюдо, так как я сам занимался 17 лет дзюдо, и это потрясающий вид спорта. Он у детей развивает и воспитание, не только спортивное качество.